Памятник святых князей Петру и Февронии После чего православные ангарчане не расходятся. Здесь же праздничный концерт, где звучат самые проникновенные песни о семейных ценностях. Уже стала доброй традицией чествовать в этот день семьи, которые совершают настоящий подвиг, воспитывая много детей. К примеру, у Алены и Дмитрия Балабан подрастает уже пятеро ребятишек. Самой старшей Наталье 15 лет, младшему Трофиму всего 8 месяцев. Людям кататься на машине и путешествовать далеко-далеко. Нам это нравится. Мы, кстати, были в Муроме. У святых Петра и Февронии прикладывались к их мощам. Мэр округа наградил памятными знаками четыре многодетные семьи. И сладкий пирог к домашнему ужину от местной пекарни стал дополнительным сюрпризом. Очень замечательно, что все-таки этот праздник возродился, что теперь мы его отмечаем, мы его ценим, мы дорожим этим праздником. Поэтому, дорогие мои земляки, я от всей души поздравляю вас с этой чудесной традицией, с этим праздником. Издревле на Руси было принято объявлять о намерениях создать семью именно 8 июля. Этот день знаменовал помолвку молодых. Считалось, что покровительствующие князья Петр и Феврония благословят брак, и он будет крепок и счастлив. Когда речь идет опять-таки о любви, в первую очередь это жертва. Это жертва, это способность пожертвовать своими интересами, своими, не постесняясь этого слова, хотелками, ради того, чтобы сохранить вот эту семью, сохранить вот эту теплоту, вот этих отношений. Способность жертвовать карьерой, временем, да всем чем угодно. Примером для подражания стали пары, которые в этом году отметят жемчужную, рубиновую или золотую свадьбы. А вот молодожены Амельченко заглянули на праздник сразу после бракосочетания. Многодетным семьям и парам, которые не один десяток лет прожили вместе, вручали вот такие красивые цветы. Конечно, в букете вместо ромашек хризантемы, но они очень похожи на этот простой цветок. Цветок, который символизирует вечные ценности, как любовь и верность. Мария Константинова, Антон Бархатов. Местное время.